Код ошибки 0xc0000001. Вашему ПК не удалось правильно загрузиться. Привет, друзья! С вами сегодня и Сетнот, и в этом видео мы рассмотрим о такой вот ошибке. Сейчас я эту ошибку вам продемонстрирую. Наш ноутбук включается и синий экран. Вот такой вот синий экран и восстановление ошибки. Вашему ПК не удалось правильно загрузиться. Код ошибки 0xc0000001. В конце 1. Как решить эту проблему? После нескольких попыток загрузить операционную систему на вашем ПК не удалось, поэтому она нуждается в восстановлении. Это происходит у меня с операционной системой Windows 10. Но на более ранних операционных системах эта ошибка тоже возникает, и давайте попробуем побороться с ней. Еще возникает ошибка такая, как winload.efi не найден. Это связано с загрузчиком. В большинстве случаев у вас, возможно, нарушен загрузчик, и ваша операционная система из-за этого не может загрузиться. Эта ошибка всплывает, и код ошибки невозможно исправить. В некоторых случаях помогает восстановление системы с помощью диска, операционной системы Windows, именно 10, которая была у меня. Точно такой же диск вставляете, запускаете командную строку, и запускаете некоторые команды для восстановления системы. Допустим, попробуйте сделать чек-диск. Чек-диск вашего жесткого диска, чек-диск выполнить. Потом СВЦ-сканал попробуйте сделать, восстановление системы. В некоторых случаях можно попробовать войти в дополнительные параметры, это с помощью клавиши F8, и выполнить последнюю удачную конфигурацию, когда запускали работоспособность системы. Или восстановление системы на более раннюю точку восстановления системы. И тогда, возможно, ваша проблема исчезнет, и вы сможете загрузиться. В некоторых случаях пользователям помогало просто отключить Wi-Fi модуль на ноутбуке, и запуститься без него. Но эта ошибка исчезала в некоторых случаях. Какие-то пользователи говорили, что нужно заменить блок питания, и после замены блока питания ошибка исчезала, и все нормально вгрузилось. То есть, эта проблема тоже имеет быть. Также нужно скрыть ваш компьютер или ноутбук, достать оперативную память, протереть его от пыли, и повторно подкручивать. Или если у вас две оперативные памяти, то попробовать одну убрать и с одной запустить. Одну оперативную память убрать, вместо него другую подкручить. Таким образом, просто проверить, все бывает и из-за оперативной памяти. Может быть, проблемы с жестким диском. Возможно, проблемы с секторами вашего жесткого диска. Может быть, там B-сектора есть, и это тоже имеет быть этой ошибки. Возможно, проблемы с вирусами. Возможно, у вас вирусы на компьютере. И какие-либо проблемы с вашим носителем информации. Поэтому, если, допустим, я Enter нажимаю, и сейчас после перезагрузки, эта ошибка еще раз появилась. Некоторым пользователям помогало отключение всех устройств и запуск системы. Это тоже случаи такие бывали. Проблема вкроется во многих причинах. Возможно, нужно переустановить операционную систему. Такое тоже бывает с полным форматированием жесткого диска. То есть, полностью форматируете жесткий диск. Все разделы просто сносите. Все информации, конечно, заранее нужно вытащить. И после переустановки все начинает просто работать, как положено. И вот, на вашем ПК возникла проблема. Его необходимо перезагрузить. Перезагрузка будет выполнена автоматически. Вот такой вот синий экран появляется после того, как я запустил. И опять перезагрузка произошла. Этот код ошибки нас преследует. В моем случае обошлось все просто. Я, если нажму клавишу Enter и нажму клавишу F10 для входа в BIOS, Device Configuration, именно этот параметр. И здесь у меня SATA Device Mode. Именно этот параметр отвечает за загрузку жесткого диска. Режим EDE у меня стоял. Это более для XP, это нужен параметр. А у нас в основном все режимы SATA. Но у меня стоял по умолчанию VDE режиме. И возможно BIOS был у меня заброшен до заводского состояния. Из-за этого у меня вся проблема лежала. И я не смог запустить операционную систему Windows 10. У меня всплыла эта самая ошибка. И после всех этих манипуляций у меня должно запуститься. Нажмем клавишу Enter. И наша операционная система должна уже загрузиться без никаких проблем. Происходит запуск. Сейчас у меня произойдет запуск системы. Возможно из-за обновления системы произошла эта ошибка. В некоторых случаях может быть проблема с жестким диском. Жесткий диск стоит заменить. И оперативную память тоже стоит заменить. Эти решения помогали многим пользователям. Просто замена деталей. Возможно какая-либо из деталей вышла из строя. И вот она запускается. Добро пожаловать. И вот наша операционная система Windows 10 запустилась. Этой ошибки нет уже. У меня простым решением обошлось. У вас возможно более сложные проблемы. Возможно восстановление загрузчика нужно делать. Или возможно с командной строкой нужно играться. Но запускаться нужно из-под установочного Windows 10. Или Windows 8 если у вас 8 или 7. Поэтому пробуйте друзья. У вас должно получиться. Подпишись друг, подпишись. На мой канал ты подпишись. И оставь ты мне лайк. Если видео понравилось. И еще раз. И еще раз. Вау. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...